Здравствуйте! В студии Андрей Симоненко. Предлагаю вашему вниманию выпуск новостей. В начале коротко о сегодняшних темах. Через реку Обь начали перевозку пассажиров. На смену вертолетам пришли суда на воздушные подушки, официально курсирующие с одного берега на другой. 200 обучающих программ предлагают освоить центры занятости населения округа, благодаря которым можно получить новую профессию. Вследствие доступности процедуры ЭКО на Ямале родилось 113 малышей. Более тысячи ямальских семей получили электронные сертификаты для покупки вещей новорожденным. В Лабытнанге возрождают производственную гимнастику. Каждую среду инструкторы по спорту проводят для своих коллег утреннюю зарядку. Через реку Обь начали перевозку пассажиров. Паромы, которые все лето соединяли Лабытнанге и Салихард, закончили сезон навигации 2 ноября. Но потребность людей в переправе никуда не делась. На смену вертолетам пришли суда на воздушные подушки, официально перевозящие пассажиров с одного берега на другой. Наша съемочная группа побывала на переправе и узнала настроение пассажиров. Наконец-то пошли. Сегодня лабытнанцы и Салихардцы облегченно вздохнули, когда с комфортом, без долгих ожиданий переправлялись на другой берег. Несколько пошли. Аллилуйя. Ждали. Вы тоже на работу? Да. В Тракасале? Нет. Командировку отправили. Все, сейчас обратно. В Тракасале. Удивлены, конечно, таким. Но порадовало, когда подушку уже пустили. Очень довольны. Классно, шикарно. Сели, оплатили и переехали за 5 минут. В квахты ездим не так часто. Выше на паромах все. На подушке первый раз поеду. Так, не страшно? Нет. На обычную. На триколах переправлялись раньше. Что страшно? Уже ничего не страшно после вахты. Несколько пошли. Теперь на работу ездим. Лабытнанги. Пошли, да. Это радует. Как часто перебираетесь? Не, не часто. Так, редко. Вот раз в неделю сейчас груз пришел. Надо было встретить и на Салихард. С 7 утра начали свою работу суда на воздушной подушке. Они вышли на маршрут, как только комиссия проверила состояние ледового покрытия. Часы пик. Курсирует три единицы техники. За день каждая выполняет 40 рейсов. Трассу готовили вчера в течение дня. Но толщина льда ледяного покрова еще не совсем достаточно, чтобы перевозить стопроцентную загрузку. Берем процентов 50 еще людей. Потому что толщина еще даже 7 сантиметров. 3-5 сантиметров. 7 еще нету вообще нигде. Жизнь Вадима Прокопьева непрерывно связана с переправой на протяжении 9 лет. От сезона к сезону он меняет рубку парома на кабину вездехода. Ежедневно от одного берега к другому приправляет сотни пассажиров. Хорошо, спасибо. Проходите. Так, ну ладненько, мы полетели. На 11 утра с лабытнанской стороны уже было распродано 300 билетов. Это время совпало с перевахтовкой. Стоимость проезда для взрослого пассажира составит 160 рублей. 80 рублей для детей. Кроме того, если вы будете с багажом, то за 10 килограмм нужно оплатить 16 рублей. Из города Лабытнанги до переправы доставят автобус. Стоимость билета 30 рублей. Завершится автобусное сообщение, как только откроется ледовая переправа для легкового транспорта. Дарья Самородова, Николай Снегир, информационное агентство Лабытнанги. Сегодня муниципальный проект «Большие истории маленького города» посвящается Леониду Савченко. Сообщается он на официальном сайте администрации города. 15 ноября почетный гражданин города Лабытнанги отмечает 75-летний юбилей со дня рождения. Рудовая деятельность Леонида Емельяновича, главы города 2001-2008 годов, неразрывно связана с Ямалом. В 1976 году он работал на заводе строительных материалов в Харпе. Как и все романтики 70-х, на себе испытал бездорожье, неустроенность быта. С 1984 года начался его путь в команде управленцев города, который он потом возглавлял в течение многих лет. Леониду Емельяновичу пришлось действовать в непростое время реформ, которые коснулись каждой сферы жизни города. В этих условиях необходимо было оперативно ориентироваться, принимать нестандартные решения, иметь смелость брать на себя ответственность. В те годы построена школа номер один, горнолыжный комплекс «Октябрьский», ДШИ, уникальное здание железнодорожного вокзала, принято важное для развития города Лабытнанги решение о строительстве только капитального жилья. Леонид Емельянович – кандидат технических наук, обладатель ордена почета и нагрудного знака «Почетный строитель России». Дизайн модной одежды, воспитатель, кадровый работник и т.д. Целых 200 обучающих программ предлагают освоить центры занятости населения округа, благодаря которым можно получить новую профессию. Заявку нужно подать на сайте «Работа России» или обратиться в кадровый центр. Этой возможностью уже воспользовались порядка 150 жителей нашего городского округа. В их числе Ольга Виль, многодетная мама, прошла программу обучения специалист по закупкам. Подробности в следующем сюжете. Пока малыш занят просмотром мультфильмов, мама времени не теряет. Ольга решила еще раз прослушать запись лекций. Онлайн-занятия проводятся практически каждый день. В группе 147 человек. Мне нравится то, как организовано преподавание, как вообще организован сам процесс. У нас преподаватель, она действующий специалист. Она нам все объясняет буквально на практике, все это показывает. И материал дается дозированно, структурированно. То есть вот так вот потихонечку, потихонечку мы осваиваем вот эту вот профессию специалиста по закупкам. Закупками Ольга Виль занималась и прежде, работая в одной из городских организаций. Находясь в декрете, решила повысить квалификацию. Усилий приложить потребовалось немного. Я пошла в центр занятости, подала заявку и уже отправила заявление непосредственно в университет и нас зачислила. И лекции у нас начались с 12 октября и они продолжаются до 7 декабря. То есть у нас получается около двух месяцев будет проходить обучение. Получить новую профессию, сохранить текущее место работы, либо открыть собственное дело. Лабутнанцам поможет федеральный проект содействия занятости национального проекта «Демография». Участники данного проекта могут абсолютно бесплатно пройти профессиональное обучение, либо получить дополнительное профессиональное образование. К участникам данного проекта относятся отдельные категории граждан. В свое время Ольга ознакомилась со списком этих категорий. Он обширен и охватывает как молодежь до 30 лет, так и людей старше 50, в том числе и членов семьи бойцов СВО. Ольга соответствовала необходимым требованиям. Она многодетная мама, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком. А специальность можно было выбрать по собственному усмотрению. На единой цифровой платформе работы в России можно ознакомиться со всеми программами обучения. И программа обучения представлена в различных сферах. То есть это и образование, и здравоохранение, и торговля, и спорт. По периоду обучения, по срокам обучения, это от трех недель до трех месяцев. То есть в зависимости от выбранной слушателем программы обучения. Ольга Виль такой возможностью и воспользовалась. Единственное, о чем жалеет многодетная мама, что не удалось обучиться еще какой-нибудь специальности. Скоро она выходит на работу уже с обновленными знаниями. Ирина Акобова, Игорь Гуляр, информационное агентство «Лабетнангем». В этом году, благодаря доступности процедуры ЭКО, на Ямале родилось 113 малышей. Округ занимает одну из лидирующих позиций по рождаемости в России. Особое внимание уделяется женщинам, нуждающимся в экстракорпоральном оплодотворении. В регионе созданы максимально комфортные условия для потенциальных мам. Северянкам не приходится тратить время в очереди на квоту по проведению ЭКО. Кроме того, все услуги для пациенток от диагностики до рода разрешения совершенно бесплатны. Сегодня жительницы Ямала могут выбрать любую клинику страны для проведения процедуры и дальнейшего контроля. Удаленность не имеет значения. Транспортные расходы возмещаются медучреждениями округа. Благодаря востребованности и доступности процедуры, а также диагностике бесплодия, округ опережает плановые показатели. За 10 месяцев этого года уже проведено 479 процедур ЭКО. Доля успешных составила 23,6%. Ежегодно с Ямала на ЭКО направляется 500 человек. Число родившихся после процедуры малышей в среднем составляет 20% от общего количества новорожденных. Более тысячи ямальских семей получили электронные сертификаты для покупки вещей новорожденным. Сертификат выдается семьям, если на предыдущего ребенка они получили подарочный набор малышу Ямала. Его номинал 32 тысячи рублей. Мера соцподдержки заработала весной по инициативе северян, которые обратились к губернатору Дмитрию Артюхову в ходе честного маршрута в 2022 году. На средства электронного сертификата семья может купить все самое необходимое новорожденному – подгузники, одежду, коляску. Ассортимент включает 78 позиций. Реализовывая средства можно на маркетплейсе «Озон» и в местных магазинах с товарами для детей, в том числе в Лабытнанге. Благодаря сертификату родители могут распределить семейный бюджет таким образом, чтобы докупить дополнительные вещи уже после рождения малыша. В течение пяти дней после поступления из медицинского учреждения сведения о появлении на свет малыша сертификат выписывается автоматически органам социальной защиты населения. Главные условия – рождение ребенка зарегистрировано в ЗАГСе округа. Мама должна подключить банковскую карту с платежной системой «Мир» к единой карте жителей Ямала «Марошка». Если роды были за пределами региона, следует обратиться с заявлением в местную соцзащиту в течение двух месяцев. При выборе товаров после формирования корзины родителям нужно выбрать опцию «Оплатить электронным сертификатом». Подключиться к «Марошке» можно через мобильное приложение. При регистрации понадобится подтвержденная учетная запись портала госуслуги. Система электронных сертификатов на Ямале реализуется при поддержке федерального казначейства, национальной системы платежной карты и правительства Ямала. В Лабытнанге возрождают производственную гимнастику. Каждую среду инструкторы по спорту проводят для своих коллег утреннюю зарядку. С утра спорткомплексы «Северный характер», «Арктика» и «Полярный» наполняются музыкой, ритмичными движениями и отличным настроением. Подвижные упражнения снимают утомление, улучшают здоровье и повышают производительность труда. Пока в России предлагают законодательно ввести производственную гимнастику, в Лабытнанге уже вовсю по утрам устраивают перезагрузку. Зарядиться позитивом на весь день помогают сотрудники Лабытнанского центра физкультурно-массовой работы. Сегодня они в роли инструкторов. Каждую среду мужчины выезжают на городские спортивные объекты, включают музыку и приглашают подвигаться. Это инициатива непосредственно всех сотрудников спорта. Нам просто стало скучно работать, и мы решили немножко раскрасить каждую среду, проводя, так сказать, некую зарядку. Само у нас мероприятие называется «Спортивная среда». Поэтому приходим, проводим, всем нравится. В здоровом теле здоровый дух всего 10 минут в день, а столько пользы. Покрутили головой, телом, ногами, и вот уже работоспособность повысилась. Раздраженность куда-то испарилась. Кровообращение улучшилось. Производственная гимнастика, на мой взгляд, она совершенно необходима, особенно офисным работникам. Поскольку люди засиживаются на своих рабочих местах, находятся без движения, для того, чтобы немножко поразмяться и привести себя в форму, необходимо сделать несколько упражнений. Зарядка нужна. Даже сегодня мы погрузились в работу и немножко сейчас отвлеклись. Это плюс для эмоционального состояния, для физического состояния. Все хрустит, но все же это здорово. Сейчас дальше продолжим работу с прекрасным настроением. Подвигать телом пока удается только спортивным работникам. Инструкторы каждую среду навещают коллег в северном характере, Арктике и Полярном. Но совсем скоро производственная гимнастика триумфально вернется во все лабытнанские офисы. Сотрудники Центра спортивной и физкультурно-массовой работы обещают позаботиться и о вашем здоровье. Проводить зарядку инструкторы планируют во всех организациях, работники которых этого пожелают. Рай Ермолаева, Григорий Волков, информационное агентство Лабытнанги. На этом все. Завершает выпуск прогноз погоды на завтра. Спасибо за внимание. Всего доброго. До встречи в эфире и на страницах информационного агентства Лабытнанги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова